Ну, в общем, накрутилась. Мой вердикт классно, супер. Ну, я и раньше, правда, брашингом накручивалась, просто не таким большим. В общем, и брашинг супер. Единственное, что очень долго, поэтому, скорее всего, я буду делать все плойкой, а часть, которая челка, буду подкручивать брашингом. Скорее всего, так это будет выглядеть, потому что, ну, очень долго. Плюс у меня здесь нет крабика, это вдвойне неудобно. Мне приходилось сейчас собирать резинкой на голове вот эти вот пряди, которые пока не нужно накручивать. Это не очень классно. Выставили годовые отметки. Все. Маша закончила официально второй класс. У Маши в году всего две четверки. Но, правда, по основным предметам это русский и математика, так что в следующем году нам предстоит огромная работа по исправлению всего этого дела. Но! Мой ребенок отличник! Ну да, две четверки, я понимаю, но все равно, все равно. У нас вообще нет плохих отметок. Учится хорошо, но, правда, еще пока младшие классы, так что все может измениться в любой момент. Но все равно, я ее горжусь, она у меня большая умничка. Приехали в итоге сборщики. Собирают у нас уже второй день. Нет, третий, уже третий день. Вот, постоянно опаздывают. Ну, в общем, конечно, организация та еще. В смысле, организованность. Так что, ну, уже все. Все на все забили, лишь бы уже все собрали. Димка там с папой до сих пор бегают, интернет пытаются нормально настроить, ничего не получается, интернет ловит только в бане. На основном доме, если держать антенну, она там не ловит столько, сколько нужно. Цепляется за другой диапазон, и, соответственно, интернет тоже как бы фигня получается. Вот, ну, ищут, ищут, ищут. Слушайте, мне так нравится форма, которая получилась с этим брашингом. Я прям в восторге. И волосики пока еще такие пышненькие. У меня есть еще идея купить, может быть, какие-нибудь термобигуди, которые будут именно большого объема, чтобы они создавали именно объем на голове. Не знаю, есть такие или нет. Я все, что смотрю из этих термобигудей, электробигудей. Они все какие-то не очень большие, они все маленькие. Те, которые у меня есть, там всего 6 штук, более-менее, хоть как-то таких вот объемных. Но совсем больших я что-то не вижу. А липучки, я видела, что липучки используют для таких целей. Не знаю, мне кажется, это не очень удобно. Поэтому у меня к вам большая просьба. Я не часто такое прошу, я не часто прошу совет, но сейчас действительно я его прошу. Посоветуйте какие-нибудь, желательно, электрокрупный бигуди. Если это липучки, ну хорошо, советуйте липучки. Только объясните тогда, как ими пользоваться так, чтобы они работали. Я в безумном восторге вот от этого пылесоса. Он мне так нравится, он аккумуляторный. И в этом его главное преимущество. Честно, я даже заказала себе подобный. Не совсем такой. Я все-таки заказала себе, чтобы вот эта вот база и пылесборник были наверху. Ну, в общем, придет, я покажу. Но это безумно удобно, когда пылесос, который взял и быстренько им прошел. И все, и больше вообще никаких проблем. Никаких проводов, шлангов. Это вот так неудобно все. Всем доброе утро. Вот такой у меня вид, когда я просыпаюсь. Маша там книжку читает. За окном лес и, по-моему, дождик. Нет? Нет, кажется. Просто листва шелестит. Вот. А это мебель, собственно говоря, которую собирали в этой комнате. Остальная мебель в остальной части дома. Ну, пришлось снимать плинтуса, чтобы подвинуть шкафы к стене. Вот. Так что вот такой шкафчик будет. И книжный такой шкафчик маленький. Там будут стоять всякие Машкины книжки. Там, может быть, какие-то учебники дополнительные. Ну, все, что ей нужно. Это провод электричества для освещения. Потому что здесь хотят поставить стол. Вот. Чтобы можно было за ним, не знаю, Маше сидеть, нам сидеть, что-то делать. Тоже пришлось снять плинтус. Часть стоит возле стены. Вот так. Еще не все выбросили. Сегодня приедут за мусором всяким. Там коробок внизу полно. Я вчера в сторис снимала. Но самое-то главное, я выспалась наконец-то. Ура. Потому что мы несколько дней подряд вставали в жуткую для меня рань. И я не высыпалась. А сейчас прям очень хорошо. Сама проснулась в 10. И все, сейчас соберемся. Димка там работает сегодня будний день. Поэтому работа началась. Сейчас с Машкой соберемся. Умываемся. Причешемся. Приверем себя в порядок. И пойдем завтракать. Завтрак готовить себя. Вот так. У меня тут какой-то пух. Пух. Или не пух. Ну ладно. У нас льет. И опять отвалился интернет. Почему-то при каждой грозе, при каждом дожде у нас сразу отваливается интернет. Сразу, моментально. На даче почему-то такого нет у нас. А здесь какая-то беда прям. Аномальная зона. Мы сегодня снова топим баню. У нас сегодня банный день. Ну. Что тут еще устраивать в этот день. Кроме как не баню. В бане сейчас хорошо. Когда на улице холодно. В бане особенно хорошо. Классно. Хотела сказать, что я в скором времени хочу, собираюсь съездить на дачу к родителям. Навестить. Там поделать дела кое-какие, которые меня ждут. Бассейн там меня ждет. Его нужно чистить. Я не знаю, буду ли я его наполнять или нет. Погода странная. И плюс нужно будет там по расписанию включать, выключать очистные вот эти вот наши все сооружения. Там хлорогенератор. Пылесос, чтобы ездил. Лестницу каждый раз вытаскивать. Ну, в общем, для родителей это будет геморрой. Поэтому я не уверена, буду ли я его наполнять. Но я его хочу хотя бы почистить. Плюс там нужно будет решить вопрос с газоном. Потому что пока я там была, косила в основном я. Ну, по крайней мере, последние там пару лет точно. Вот. А сейчас меня там нету временно. И косить приходится папе с мамой. Так что надо будет тоже посмотреть, что там сделать. Мы же купили косилку. Вот. И надо будет поехать, осмотреть, распаковать. Вот. Научиться пользоваться. Вот так. Я, наверное, поеду одна, чтобы не тащить с собой все вещи. Поеду, наверное, где-то на неделю. Ну, на несколько дней. Маша с Димкой останутся здесь. А потом я вернусь обратно. Тебе придется, Маша, ставить гимнастику здесь. Сможешь? Хорошо. У нас в последний раз на гимнастике почему-то не работал звук. Маша слышала тренера, а тренера ее нет. Хотя у нас не был включен микрофон, mute вот этот вот. Что-то опять, видимо, какая-то беда была. То ли с программой, то ли с инетом. Я, честно говоря, склоняюсь к инету. Такое витрило. Ужас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приехал мой долгожданный пылесос, беспроводной, аккумуляторный. Это модель Redmond. Вот такая UR 3341. Ну что, посмотрим, распакуем. Что в комплекте? Ух ты, гриль. Так, здесь база, на которую можно будет его повесить на стену. Здесь насадочки всякие. Щелевая насадка. Прекрасно. Я люблю такую насадку очень. И часто ею пользуюсь. Так, так, так. Штанга. Вроде бы телескопическая. Посмотрим. Так, насадочка с ворсом, но маленькая. Щеточка для мебели. Так, и турбощетка. Турбощетка с крутящейся щеточкой вот тут. Отлично. Так, все достаем. Сейчас буду собирать. Вот здесь не знаю что. Зарядник. Ага, зарядное устройство, адаптер. Вытаскиваем тоже. Ой, какой маленький. Классно. Так, и основная часть. Здесь и двигатель, здесь и мешок. Короче, сам пылесос. Такой малыш. Прикольно. Так, все, сейчас соберу. Базу доставать не будем. Я думаю, что она нам здесь точно не нужна. Может быть, дома ее прикрепим, а так будем заряжать без нее. Ставила уже телескопическую трубу. Сейчас поставим щетку. Давай, присоединяй. Так. Легко ставится раз-раз-раз и все. Ну-ка. Проба пера. Так. У-у-у, как раз под руку. Классно, как раз. А, вот здесь вот, я еще думала, интересно, нужно будет пальцем постоянно держать или здесь стопор есть? Здесь стопор есть. О, он такой легкий. Сейчас, секундочку. И маневренный. Ну-ка. Ай, у меня пальца не хватает. А, ну да, все. Можно не держать. На, пробуй. Не-не-не, я не хотел. Черт, наоборот. В смысле? А, как он сосет? Угу. Ну, давай. Нормально. Паменька, конечно. Ну, так это аккумуляторный, это не проводной? Не, не проводной, конечно, но так, подсобрать чего-нибудь нормальный. Клево. А я так понимаю, что он не без углевательной штанги работает, да? В смысле без... Да, он работает и напрямую. Например, щелевая насадка, можно подсоединить ее без этой штанги, он будет такой маленький-маленький, и можно им пылесосить, например, нельзя. И пылесос превращается в маленький пылесос. Прикольно, классно. Его очень удобно вытряхивать, у него вот эта вот нижняя площадочка открывается, из нее тогда пунь, в ведро, и все. Ой, мне так понравилось, я сейчас пропылесосила им весь первый этаж, у меня рука не устала, но, конечно, пылесосить им нужно по-другому, не так, как с тем пылесосом, потому что тот пылесос, все-таки рука должна быть слегка согнута в локте, а здесь нужно ее полностью распрямить и расслабить, тогда ничего не устает. Вот, и вот сейчас он стоит без базы у стены на зарядке, то есть база для зарядки не обязательно, можно ее вообще, в принципе, не вешать, если есть место, куда его вот так вот прислонить. Классно, мне понравилось, не знаю, мы не будем его сдавать, мне понравится, не будем же, да? Субтитры сделал DimaTorzok